Друзья, продолжаем играть в Рубин Гудов и для этого вам нужно подписаться на канал Игры и Игрушки с Пэком. Здесь вы найдете стримы разные по разным играм, вот, также летсплеи, но в основном стримы. Здесь присутствует ламповая атмосфера и адекватные прохождения, адекватный юмор. Кому это все интересно, берем и подписываемся вот сюда, нажимаем на подписочку и не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить стримы. Тут у него самый ближайший стрим по Лануар, вот, игре. Так что, не забываем подписаться, ссылочка на канал будет в описании. Всем спасибо и всем удачного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и вы на канале Валерий Хауса. И давненько-давненько у нас не было прохождения серии игры Resident Evil, вот, и пришла очередь части под названием Код Вероника. Вот, это одна из моих любимых частей была раньше, вот, я проходил ее на Dreamcast'е и поставил себе именно Dreamcast'овскую версию, короче, вот. С тем же кривым переводом, вот, чтобы поностальгировать и так далее. Ну и здесь главный герой, короче, это Клэр Рэдфилд, вот, главная героиня. Плюс ее брат Крис Рэдфилд, игра была разделена, короче, на две, ну, на два диска, на Dreamcast'е. Вот, за первую, первый диск мы играем за Клэр, а второй диск мы играем за Криса, вот. Какой бы выбора изначально нет у персонажа. Ну вот, это, короче, прямое продолжение второй части. Клэр продолжает поиски своего брата после действий первой, ну, которые происходили в первой части. Вот, и попадает на остров, остров-тюрьму, короче, которым заведует семейство Ашвардов, точнее, там, сестра и брат, короче. И вокруг этого острова, вокруг этой семьи разворачиваются все события, короче, и вся сюжетная линия. Будут новые персонажи и так далее. Я местами помню только, ну, игру, как бы, будем вспоминать вместе. Ну что, начинаем новая игра. Ох, просто ностальгия такая. Давненько, давненько не играл. Не знаю, эмулятор будет нормально работать или нет. Уже настроил. Клэр Рэдфилд, которая прибыла в Раккун-Сити, чтобы найти своего пропавшего брата Криса и молодому офицеру Леону Кеннеди удалось сбежать из города. Но это послужило только прелюдией к последующим событиям. Испытания только начинаются. Там было написано. И три месяца спустя. Именно три месяца спустя. Вертушка Амбриловская вертушка. Ваш идентификационный номер WKD44196. Добро пожаловать в ваш дом. Херок. Ее зовут Клэр Рэдфилд. Нам удалось установить, что 10 дней назад она проникла на наш комплекс. Скорее всего, она сделала это с целью найти своего брата Криса, одного из уцелевших членов элитного подразделения полиции Раккун-Сити. Продолжение следует... Охереть встреча. Ха-ха-ха. Спортив одной бабы, короче, столько солдат. Три выстрела и толпа чуваков готова. Не двигайся. Не двигайся. Вот такое вот начало. Вот так она попадает, короче, на остров. Короче, тюрьма Амбрилы на этом острове находится. Ну и как всегда здесь всякая херотень случилась, короче, все из-под контроля вышло. Ну, конечно, понимаете, да, где Амбрилы... Где находится Амбрилы, там всегда есть лаборатория Амбриловская. Вот. Поэтому остров-тюрьма это не исключение. Амбрилы. Продолжение следует... 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 Говорит нам типа автор, короче, о, патроны еще, ништяк, сейчас патроны наберем Здесь в этой части, по-моему, сложность игры, она такая, как бы, она, ну, как разбавленная Она как-то вот сама, тут нет выбора сложности, и вот она сама здесь враги будут местами прессовать тебя, короче И патроны, ну, как сбалансировано все, патроны, нехватка вот это патронов и так далее Можешь сохранить достижение, используй чернила Видали, даже карты памяти, как дримкастовские Не знаю, вот я качнул тогда эмулятор, короче, чтобы уже какие-то сохранки были Ну, нахер, короче, вот Так, давай побежимся, это что у нас там, что-то разбросано, непонятно, что Какой-то мешочек лежит с сюрпризом в углу Мне сама сюжетная линия в этой части нравится, очень прикольно сделана Так, грузовик для перевозок, масло течет из поврежденной машины Трубовый портфель видно внутри Да, и вот это я помню, там портфель, короче Надо будет его как-то достать потом Кладбище Ну, вот этот портфель, короче Ну, и вот пошла жара Зомбари, первые зомбари Здесь, кстати, разнообразие зомби прикольно сделаны Они здесь, ну, как разнообразные Многие не похожи друг на друга, допустим С первой по третью части Да, я помню, прям как мурашки похожи шли Когда я первый раз играл в эту часть От этого момента Представьте, да, у нас только нож У нас больше ни черта нет Так что сражаться мы сейчас не будем ни с кем Сейчас попробуем просто пробежать Так, давай попробуем Оп, да это все равно на одного попался Попался, давай беги-беги-беги Так, здесь ни черта нет Еще и зажигалка Нет, чтоб ножик-то взять на всякий случай Я зажигалкой, нет, нахер, я побежал Тут куча зомби, я все равно побегу за зажигалкой Давай-ка мы сейчас ножик выберем На всякий случай Нет! Ну, вот, бегали Ну, куда, куда ты тратишь-то, патрон? Эй, не стреляйте Кто ты? Так ты не зомб Кто ты, кто ты? Эй! Мы здесь! Что у него там? Затылок просвечивает виду? Прости, я перепутал Но я подумал, что ты одна из этих мостов Заткнись! Сделаешь один шаг, и я пристрелю тебя Расслабься Я же попросил извинения Меня зовут Стив Я был заключенным на этом острове Ну, новый, короче, персонаж Ты ведь не из корпорации, Umbrella? Нет, я Клеер Клеер Редфилд Клер? Клер? Клер мне Хорошо Я запомнил Я слышал, что где-то здесь есть Когда я найду его, я покинул этот сумасшедший Пока Эй, подожди! Типа здесь есть аэропорт Я не хочу, чтобы ты шла со мной В смысле? Ты мне будешь только мешать Волк-одиночка, да? К этому парню на вид, не знаю, лет 17, наверное 17-18 И этот волк-одиночка Ты взял пистол Я, короче, взял пистол Это круто Взяли пекель, короче Можно приблизить даже М-93П Итальянское ружье Ружье, блин Берет 9 мм, короче, на 12 калибр Окей Ладно, допустим Давайте посмотрим локацию Грузовик для перевозок Похоже, он вмазался в стену Он просто вмазался Вмазался в стену О, смотрите, видали? Даже колесико крутится, да? Анимация крутящихся колеса Есть на то время уже Патроны для пистолета Ништяк Он не дышит Он похож, смотрите Прямо так выделяется, да? Такое ощущение, что он встанет Зомбарь Так, полностью прибит Невозможно открыть Очевидно, пыльный ящик Нормально, очевидно, пыльный ящик Вполне нормальный пыльный ящик Все, здесь Это центральные ворота тюрьмы Закрыты Картинка ястреба в дупле Ястреб в дупле, блин Нормально Перевод, конечно, от бога просто Я всегда угорал от перевода старых игр Так, окей Двор А, закрытый на висячий замок Вот почему бы, знаешь, да? Вот такой вот висячий замок Почему бы просто Даже ножом не подковырнуть, да? И не сломать этот замок Замочек-то замочек, блин Руками можно оторвать Да, на край, даже на крайний случай Ну, истрать-то один патрон из пистолета, ну Все Разбитые здания кирпичами С кирпичами валяются Валяются кирпичи, короче Что я вообще заговариваюсь Так Хижина Тут у нас аптечка Пока комбинировать не будем Будем, короче, стараться экономить И комбинировать, как бы, зеленый Там с красным, да Делать полноценные аптечки Так, в эту дверь пока не пойдем Давай посмотрим, что у нас здесь в округе есть Заброшены материалы здесь Ничего нужного Замбуху кто-то утащил Большая дырка в проводе Кровавое пятно под навесом Звучит просто устрашающе Вот они, классические survival horror Вот они Вот такие они должны быть Атмосфера должна быть Закрытый на все Висячий замок С другой стороны Понятно, с другой стороны Не откроешь Так Здесь у нас Проход дальше Давайте зайдем В дом Посмотрим, что у нас здесь в хижине Воу 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 Тихо 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 Воу 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 Здесь автонаводка, короче, есть Зомби здесь, кстати, умирают не так быстро Беги Аааа Что-то я отвык, короче, от резидента вообще Есть, отлично Походу убьют Да Ну, короче, обозначительные знаки То, что зомби вздох Это кровь, как обычно Так, старые журналы Здесь А, вот Можно разворачиваться резко Блин Я не успел развернуться резко Я уже, короче, ранен Пипец Уже ранен Плохо Плохо, плохо, короче Ладно А здесь разные объедки Ничего нужного Похоже, кто-то не доел суп Еще немножко тепло Это хорошо Можно поесть будет супа Карту тюрьмы Можно поесть супа Он еще теплый, кстати Толкан Ааа, что там в этом туалете Странные пятна Ужасный запах Я даже не буду спрашивать Что это за пятна, короче Бедки Так, ладно Давай сюда наверх поднимемся О, травушка Травушка Умраушка Так Давайте-ка перезарядим Наверное пистолет Я думаю, один патрон Не очень хорошо Так, отсюда мы пришли Сюда Кто-то долбится Кто-то долбится Короче Замарились у нас Висят Была кровавая вода Смотрите, сколько кровищ Дневник пленника Май 13 Эта комната пахнет смертью На основе информации Найденной мною Я намного южнее экватора Мне повезло, что Боб в камере ниже Интересный парень Май 16 Сегодня Боб рассказал Иди Почему он здесь Со мной Боб сказал, что Был помощником главы Этого места Этот босс Альфред Посадил его сюда Из-за крошечной ошибки А, идиотскую историю Короче Что это значит Что со мной будет Май 20 Без предупреждения Группа Что-то военные люди Забрали Боба В здании За Кевиетиной Там Полностью Я прокрался к нему Я слыхал, что Кто-то попадает Что кто попадает В это здание Не возвращается И кроме этого Там были большие Пластиковые сумки Которые постоянно Что-то там Непонятно Оттуда я лучше Помолюсь за него Постоянно 21 мая Здесь для гейн Для гейн Альфреда Выхода нет Что мне делать Запомнил дневник Понятно Короче Там где Обычно Это лаборатория Умбрелла Есть какое-то здание Короче Куда людей Уводят Заключенных И так далее Короче Это мы уже Слышим В каждой части Резидента Так Патроны Патрончики Отлично Оу О смотри Смотри У него там Оружие А Да там еще один Слышите Слышите Парни Не слишком ли Вас тут Много Давай Да Дохнут они Долговато Долговато Да нахерна Мне смотреть На этот пистолет Его лучше Перезреть Так Тут патрончики Я видел Да что ты Да какого херла Такой просто Спокойненько Так подкрался Ко мне Короче И куснул Блин Сделал мне Сраный кусь Это туалетные Принадлежности Ими пользовались И износили Понятно Так Смотри Тут у нас Оружие Новое Возьми М100П 100П 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 Просмотр Полуавтоматический Патрон С большим Спецмагазином Эта винтовка Быстро и точно Стреляет С малой Отдачей Ее будем Копить Короче Ее сэкономим Не будем Тратить Здесь Да Местами Короче Респаницы Монстры Ну Зомби Там Монстры Поэтому Каждый раз Их убивать Не стоит Потому что Они так и будут Испанинцы Так Черт под лестницей Надо валить Надо валить От седа Пока Чертило Из под лестницей Нас не утащим Короче Я так полагаю Та хрень Которую тащила Зомбаря В дырку Так, там не быкуй, не быкуй. Не кипишуй, чувак. Еще один. Короче, заключенный. Блин. Можно было бы добивать их, короче, ножом, но, блин. Они слишком быстро встают. Медали до физика для тех лет. Чувак, короче, об стенку-то раз и скатился. Смотри, он сдох, он лежит. Так, переключатель управляет заслонкой. Толкнуть переключатель? Кажись, закрыто. Надо открыть замок. Понятно. А, это бесячье место, я помню, помню, да. Здесь, короче, сейчас все надо выкладывать. Все оружие, короче, все. На траву-то можно оставить, в принципе. А сама фишка будет в том, что потом, короче, зомби, вон, видишь, наружу повсюду монстры. Зомби, короче, повываливаются. Строительные материалы свалены здесь, ничего полезного. А здесь вот пусто, знаешь, это здесь не... Ну, принцип не тот, как вот у ящика, знаешь. Ты положил, а потом в любом месте, где стоит ящик, ты можешь... Переключатель металлического детектора. Деактивировал лампу. Дезактив... лампа включена. Так, аптека. Здесь потом можно будет... Обходной путь, по-моему, сделать. Учебник юзера. 3D-дубликатор учебника юзера. Наш новый продукт. 3D-дубликатор. Состоит из двух частей. 3D-сканер. Эта часть сканирует 3D-объект. Просто помести материал, который нужно отсканировать на поднос. Сканируемый объект обработается в 3D-формат, который поместят в дубликатор. Дубликатор. Если вы поместите материал для конвертирования, вы можете конвертировать на базе 3D-данных, полученные при 3D-сканировании. Конверция будет выполнена с полной точностью. Результатом будет объект копия оригинала. Вот так вот. Вот эта херня. Короче, здесь надо будет потом панель управления 3D-сканера. Есть ключ активации, толканый переключатель. Но пока он сейчас не нужен. Вот. Это потом... Я помню. Работает расширенный 3D-сканер. Ставьте материал для сканирования в позиции сканера этой машины. У нас пока ничего нет, чтобы что-то сканировать там, что-то делать. Дубликатор сюда, на этот объект ставить. Понятно. Патрончики для легендарного оружия Клэр, которым она постоянно в каждой части славится. Пламя. Специальные пули с напалмовым гелем. Гранатомет, помните, да? Крутая пушка. Ее будем вообще хранить, короче, на боссах. Кислотные. Кислотные патроны, да? Это одни из моих любимых патронов, короче. Это антимутант, газовые пули, наполненные газом. А, нет, кислотные-то, газовые. Типа с антивирусом каким-то. Антимутагеном. Факс на заводе прием приложения. Несомненно, проверяйте содержимое следующих приложений, добавь имя заполняющего в список гостей. Шеф комната, тюремный. Полстинер. Тюремная охрана. Сим, я прошу разрешения допуска в зону. Детали следуют. Имя посетителя Карл Кришин. Цель визита принес. Следующие материалы. Новый продукт, металл индустриц. ОТГ, там, разные товары для нужд тюрьмы. Примечание. Воспользуюсь транспортом. Второй ТГ-01 будет помещен в специальный портфель. Вот, в специальном портфеле, который из фургона или откуда там, из вертолета, откуда. Он вывалился там, когда взорвался из фургона, да, по-моему. Вначале. Вот в этом кейсе, по-моему, лежит то, что нам нужно. Крис Рэдфилд. Что ты здесь делаешь? Копает под тебя. Это что? Какой-то твой ролл. Тихаря. Ты имеешь в виду моего брата? А-а-а. Вы родственники. Похоже, за твоим братом следят люди из Амбрелл. Что? Что? Что ты говоришь? Мне нужно связаться с Леоном и передать ему, чтобы он сообщил моему брату, что за ним следят. Хорошо, что я могу иметь связь с внешним миром. В этом файле указана долгота и широта этого острова. Ха, почему бы тебе не послать эти координаты своему брату? Спасибо, я так и сделаю. Эй, я просто пошутил. Он все равно не доберется сюда, даже если он твой брат. Он сможет, я уверена в этом. Это невозможно. Кому нужен этот поступок? Тебя ждет разочарование, если будешь полагаться на других. Поверь мне, уж я-то знаю. О чем это ты? О чем это он? Понятно, этот... Стив сам себе на уме что-то там. Документ управления собранный здесь. Какой-то мутный тип, да? Стив. Так. Эмблема орла. Это вот он. Орел в дупле, наверное, который... Эмблема порезана символом... ...ястреба. Оказалось, что это чистое золото. Нихера себе такую эмблемку, да? И продать нахер. Так, что там? Электронная почта Леона послана. Так. И сохраниться можно. Дверь завалена чем-то. С этой стороны не откроешь. Что он здесь поковырялся? Удаление замка. Вот он что-то поковырялся. А мы, короче, взяли и все испортили. Все открыли. Так. Ну что, сохранимся? Я думаю. Да, наверное, по порядку будем сохраняться, короче. Вот. И на этом будем, наверное, заканчивать, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на плейлист прохождения код Вероники будет внизу под видео. И с вами был Валерий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok